Полиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, сезонное заболевание, причиной которой является аллергическая реакция на пыльцу растений. Исторически в 1918 году в первый раз оно было открыто английским врачом Джон Бостоком. Это было первое официальное сведение о аллергическом полинозе. В России в 1889 году доктор Эл Силич на заседании Петербургского общества врачей сделал заявление о сезонной лихорадке. В начале 1960-х годов в Краснодарском крае впервые разразилась вспышка сезонного полиноза, причиной которого стала псорная трава амброзия полынистая, которая была завезена в страну из США вместе с зерном пшеницем. В европейской части России выделяют три основных периода цветения растений, три основных сезона заболеваемости. Конец апреля-начале мая это деревья, конец мая-начало июня это злаковые растения и сорные растения конец июля-начало сентября-октября. Симптомы полиноза проявляются всегда в одно и то же время. Каждый год в виде насморка, конъюнктивита, покраснение глаз, дерматита, усталость, раздражительность, общая слабость, першение в горле, кашель. Иногда развиваются приступы удушья у людей, которые сильно чувствительны к аллергенам. Заболевания это часто путают с простудой, поэтому это затрудняет лечение, потому что люди обращаются к врачам через длительное количество времени. Самым достоверным способом выявления сезонного полиноза являются скориконфикационные пробы, которые делает аллерголог. Эти пробы должны проводиться ни в коем случае не в период полиноза, а в холодное время, желательно зимой и срога под наблюдением аллерголога. В группах риска по сезонному полинозу находятся люди, которые живут в плохой экологической обстановке, с хроническими заболеваниями, в частности с бронхиальной астмой и хроническим бронхитом. В период обострения сезонного полиноза следует придерживаться нескольких правил. Это ежедневно принимать антигистаминные препараты, которые должен назначить врач. Проводить влажную уборку помещений. Днем рекомендуется закрывать окна и воздержаться от прогулок в сухую ветреную погоду. Ночью рекомендуется проветривать в комнату, так как в это время концентрация пыльца в воздухе минимальна. И отдыхать рекомендуется в это время рядом с водоемами. В лечении полиноза можно выделить три основных взаимодополняющих метода. Это паногенетическая симптоматическая терапия, как я говорил, это антигистаминные препараты. Аллергеноспецифическая иммунотерапия проводится строго аллергологами. Ну и, собственно, болеерный метод защиты от аллергенов. Это ношение масок, респираторов. Также с наступлением осенне-зимнего периода возрастает вероятность заболеваемости гриппа. В прошлом году в Республике Адгея и в Российской Федерации было зарегистрировано много случаев заболеваемости гриппа, часто осложненных пневмонии. Поэтому наилучшей профилактикой заболеваемости гриппа является вакцинация, вакциной Гриппол. Гриппол – это вакцина для профилактики гриппа. Представляет в себе вакцину третьего поколения, которая содержит в себе антигены наиболее значимых вирусов гриппа. Антигенный состав этой вакцины ежегодно меняется, обновляется в соответствии с Всемирной организацией здравоохранения. Показания вакцинации – это специфическая профилактика гриппа у детей с 3 лет и взрослым. Вакцинация особенно показана людям с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом. Это дети дошкольного возраста, лицам старше 60 лет, лицам, работающим с больными, в частности врачам, страдающими хроническими заболеваниями, частыми ангинами, частыми ОРВИ. В связи с тем, что заболеваемость гриппа является сезонной, целесообразно проводить вакцинацию, начиная с августа по октябрь, то есть до заболеваемости гриппом, потому что для выработки иммунитета необходимо какое-либо время. Привить вакцину гриппом можно в поликлинике, для этого стоит обратиться к участковому терапевту, который осмотрит и даст заключение о необходимости, возможности или противопоказания прививки.